Прошедший понедельник стал для Ларисы Бутовой черным. И не потому, что погода не радовала, а от того, что в утренние дела вмешался домофон, из которого раздался взвученный голос представителя ЖЭСа номер 12, потребовавший выйти гражданку на улицу, разобраться, дескать, необходимо. В общем, сказали, на меня заведут протокол, и я буду оштрафована, так как я не в том месте положила вот этот сушняк. Но я не в том месте положила. Они не хотят увозить. Не в том месте положила. То есть, получается, я территорию их, вот эта территория коммунальника, эта территория домоправления, получается, я и в том месте сложила этот сушняк. Я виновата. Но я же у них не работаю. А дальше что делать? Что они вам предлагают? Они мне сказали, чтобы протокол на меня не составлять, я должна в лес отнести опять вот эту кучу. А все дело в том, что Лариса Сергеевна по собственной инициативе, никого не привлекая, решила после того, как работники коммунальника спилили сухие деревья в лесопосадки, прилегающие к 12-му дому по улице Защитников Отечества, навести там маломальский порядок, чтобы душе приятно было и людям хорошо. Прекрасная площадка для прогулки с малышами. К обеду, смотрим, стоит машина, грузовая большая. Я думал, что вот этот мусор весь собирают. То, что женщина собирала, чистила, так сказать, до ее была гражданская позиция, наводит красоту в нашем окружающем районе. Она сложила рядом, пожалуйста, вот подъездные пути, подъедьте, загрузите, уберите. Спасибо. Три секунды и все. На мой взгляд, она сделала все правильно, оккультурила. Я думал, что она работает в домоуправлении и убирает. А когда мне сказали, что это она в качестве, ну, чтобы убрать, чтобы детишки играли, чтобы чистота была, иначе здесь все заросло, бутылки валялись. Она все убрала и аккуратно. Все люди завидуют и все спрашивают, почему она. Потому что, чтобы перед нашим домом был уют и красота. Три недели трудового десанта, подчеркиваем, без всякой помощи, принесли женщине удовольствие. На поощрение не надеялась. Ведь лесопосадка радовала глаз, но и на претензии не рассчитывала. Но, как говорится, благими делами выслана дорога в ЖЭС. Не поняли Ларису Сергеевну. Оказывается, не там сложила сучья и обрезки деревьев. И вместо поощрения строгий выговор от строгого мастера. Конечно, чтобы выяснить, за что и почему такие претензии, наша съемочная группа отправилась в 12-й жест. Мастера, разбиравшегося с Ларисой Сергеевной, не оказалась на месте. Но начальник встретил нас весьма учтиво. Не только выслушал, но и все пояснил. Не будет наказания. За благие дела не наказывают. А вот инициативу в данном случае не поддерживает. Надо было получить согласование и у ЖЭСа, и у коммунальника. А уж потом начинать уборку. Женщина сделала благое дело. Убрала прилегающую к дому лесопосадку. Вот сегодня по согласованию с начальником коммунальника мы согласовали. Завтра будет произведена уборка данных веток. Проблем тут никаких, в принципе, я не вижу. Я не думаю, что ей поступили какие-то угрозы. Скорее всего, ее просто предупредили, что такие действия нужно согласовывать все-таки. С организациями, которые производят уборку города нашего. Так что спать Лариса Бутова может спокойно. Но вот есть один вопрос. Захочется ей или кому-нибудь другому еще раз проявить инициативу?